Улица Левобережная, 66. С момента ЧП прошло чуть больше суток. Загорелся частный дом ночью в воскресенье. В районе трех часов ночи проснули жители соседнего дома. Они услышали сильный треск. Когда вышли на улицу, то увидели, что соседний дом уже полыхает на их территорию. С этого горящего дома сыпались вот такие куски шифера с крыши. Тогда они в 3.07 вызвали пожарных и спасателей и пытались сами остановить огонь. Очевидцы рассказывают, дом горел очень быстро, как спичка, и сгорел почти полностью. Сначала загорелся он, потом огонь перешел на сарай. Была серьезная угроза, что пламя перекинется и на соседние частные дома. Все расположены очень близко. На тушение пожара работали более 40 человек и 12 единиц техники. Было известно, что внутри дома находился 63-летний хозяин и еще 61-летняя женщина. Оба погибли во время пожара. По прибытию первых подразделений уже наблюдалось открытое горение внутри помещения дома. Было принято решение о разведке, о тушении пожаров, проведении разведки на месте пожара. Но, к сожалению, еще раз говорю, под завалами уже были обнаружены тела двух погибших людей. То есть фактически их спасти уже не представлялась возможность. Они уже были погибшими на момент прибытия подразделения пожарной охраны. Опять же, со слов соседей, дом некоторое время назад был отключен и от газа, и от электричества. Но свет здесь все-таки периодически появлялся. Очевидно, хозяева подключались самовольно, а отапливались, говорят, печкой-буржуйкой. Информацию о том, что дом был обесточен от энергоснабжения и отопления, нам подтвердили в МЧС. Рассматриваются все версии возникновения пожара, но наиболее вероятная причина, возможно, связана с неосторожным обращением с огнем. Сейчас на месте пожара продолжают работу дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Проверка по факту возникновения пожара и гибели людей продолжается. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания БАРС.